Пока одни наслаждаются ароматами цветов, другие находят время для того, чтобы их высадить. Часть из этих цветников в парке 30-летия Победы сделаны из ковровых растений. В композицию входят бегонии и цинерарии. Отдельного внимания заслуживают вертикальные конструкции, которые очень полюбили самарцы. Там есть и петуни, там есть и бакопа, там есть пеларгония плещелистная, там есть дихондры и много еще других растений ампельных, которые в этом году у нас в приоритете. Чтобы летом региональная столица предстала перед жителями и гостями Самары во всей красе, еще весной до начала месячника по благоустройству началась реализация муниципальной программы «Цветущий город». Специалисты спецремстройзеленхоз подготовили рассаду в теплицах и приступили к цветочному и ландшафтному озеленению города. В этом году были высажены не только традиционные растения, которые в прошлом успели себя хорошо зарекомендовать. На улицах города появились новые сорта – биденс, бегония ампельная, настурция канарская, сцевола, ангелония, петуния и катарантусы. Кроме того, не забываем, что у нас высаживаются тюльпаны, то есть почти 2500 метров квадратных тюльпанов высаживаются ежегодно. Они начинают свести почти первыми и тем самым создают вот это праздничное весеннее настроение именно в первые числа мая, в последние числа апреля. Цветовая гамма тюльпанов очень разнообразна, каждый год она меняется, то есть это от привычных алых до практически черных в этом году у нас были использованы. Перед высадкой растений в грунт специалисты придерживались определенных принципов отбора растений. Так как в городе много автомобильного транспорта, цветами оформили большинство территорий вдоль уличной дорожной сети, подобрав те виды, которые устойчивы в условиях загазованности и хорошо переносят сухость и жар, исходящий от асфальта. В этом году общая площадь цветников составила 38 тысяч квадратных метров. Я сама езжу на работу на автобусе и очень приятно, когда едешь и вокруг тебя окружают красивые ландшафтные композиции. И глаз радует, и людям это все нравится. В этом году вертикальные цветочные конструкции разместили у штурмовика Ил-2 и других памятных местах. Ухаживают за цветами специалисты весь сезон, вплоть до наступления осенних холодов. Поливают не реже трех раз в день и пропалывают. Кроме того, отсветшие растения убирают из клумб и высаживают новые, чтобы цветник на протяжении всего сезона выглядел эстетично. У нас на скверах есть автоматический полив, который поливается ночью, там запрограммировано определенное количество времени. А также у нас поливают автополивочные машины. Часть из них работает днем, часть из них работает ночью. Чтобы наш город был красивым, чистым и комфортным, специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» просят жителей Самары относиться к высаженным цветам бережно. Тогда большинство растений будут радовать глаз до поздней осени. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.